Здравствуйте, дорогие и любимые мои, мои подписчики, гости моего канала. С вами, как всегда, Елена. Сегодня, значит, я хотела вам показать, как я ужинаю. Шла вечером с работы, подумала, что я хочу селедочки. Ну, все как всегда. Дело в том, что селедка сейчас, в данное время, именно осенью, она самая вкусная. Но, так как я девочка, можно так сказать, одинокая и одна, я ее всю не съем. Но, ребята, я и не люблю, если остаются какие-то остатки. Естественно, значит, селедочку я почистила, себе красивые кусочки отложила, отварила картофель, и это я буду ужинать. А, значит, с остального, это, как правило, я делаю практически всегда. Я делаю селедочную пасту, так называемую. Так, сейчас я убираю свою картошечку, похвасталась своим ужином. Ребята, я вам хочу показать, насколько это очень-очень быстро делается. Ну, как всегда, мне в помощь. Мой блендер любимый. Смотрите, зеленушечка, можно укропчик, можно укропчик, а можно петрушечку. Можно, какая есть зеленуха, такую берите. Смотрите, значит, вот это я уже почистила, я уже говорила. Чистить сильно так не надо, вот у меня маленькие осколочки тут есть. Я не умею правильно, все равно, сколько не учусь, не умею вычищать правильно эту селедку. Это для меня вообще проблема какая-то. Вот, значит, сырочек плавленый один, одно яйцо, ребята, значит, парочку зубчиков чеснока. И я уже как-то вам показывала, как я маслечко, вот это, делаю с пряностями. Это такое вкусное масло, здесь оливковое масло. Можно, конечно, и масло обычное, да, топленое или там тепленькое, такое мягенькое, можно добавлять 50 грамм. Но я буду использовать вот это свое масло. Я его использую в салаты. Ладненько, а что ж мы болтаем? Так, сейчас бросаем быстренько нашу селедку. Первая пойдет у нас селедка, потому что я хочу ее измельчить как можно лучше. Селедка пойдет у меня сразу с чесноком. Так, хочу же как можно быстрее это все сделать, снять ролик и покушать. Вот, па-па-па-па, что-то зацепилось у меня. Потому что сегодня у меня день был какой-то странный. Пыталась, уже сняла ролик, как я мыло варю. Хотела смонтировать, немножечко что-то убрать там и полностью убрала весь ролик. То есть удалила. Так, ну все, поехали. Смотрите, какая прекрасная селедочка. Так, пошел у нас, пошла у нас, значит, укропчик. Так, одну оставлю для красоты. Значит, и яичко. И яичко пойдет у нас в следующем. И сейчас я дам, ага не хочет, надо было зеленушечку еще перед этим. Я добавляю, ну, парочку ложек. Здесь у меня все есть. Вы помните, что здесь и чесночок есть. Тоже, это пряностей там так много. Вообще, ну я так люблю, мне нравится. Костей, ребята, это точно здесь никаких не будет. Так, бросаю я сюда. Сыр. Так, сыр. Я хочу еще немножко пряностей добавить. Видите, какие здесь пряности у меня хорошие. Так, напоминаю, желательно все-таки делать не оливковое масло. Оливковое масло, оно не прогоркает и не портится. Так. Смотрим, ребята, по вкусу, как это будет у нас получаться. Маслечко, смотрю, можно еще немножко. То что-то я так немножко маловато. А теперь я хочу добавить вот это, вот эти молоки. Не молоки, это икорка. Бело в том, что икорку люди часто выбрасывают. Так, посмотрим, что у нас получилось. Так, прекрасно. Класс. Обалденно. Очень вкусно. Девочки, смотрите, какая у меня получилась она, мазочка. Почему я икру добавляю в конце? Я люблю, чтобы икра чувствовалась. И тогда девочки, мальчики, камушка все время мне говорит, бабушка, не говори, только девочки, говори, и мальчики. Тебя и мальчики смотрят. Вот, смотрите, хорошенько перемешалось. Потом я возьму вот это все. Значит, перенесу вот такой вот судочек. И все. Можно брать с собой на работу. Ну, а сейчас у меня, ребята, наконец-то долгожданный ужин. Еще, видите, написала на руки, Днепр Энерго, не забудь пополнить, значит, сколько там я накрутила света. Потому что это же Днепр Энерго, это же капец. Надо срочно и немедленно. Ну, что ж, ребята, понравился мой совет? Ставим лайки и подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить новинки, ребята. Продолжение следует...